здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирмы peterson и я эдуард петер и сегодня мы с вами будем делать горшочки глиняные горшочки потому как мне для моих натюрморчиков они очень необходимы и начнем мы с вами таким образом возьмем в этот раз интересно такой инструмент я нашел патч вот он лежит этот патч речи нам нужно его теперь rotation по игреку на 90 градусов вот он стал прекрасно и теперь обратите внимание если мы пойдем сейчас и git mod не появляется четыре таких точки за которые нам можно будет тянуть давайте встанем сюда на первую позицию и начнем увидите какая прекрасная получается здесь курбище можем как угодно с ней поступать допустим мы захотелось сделать такую не горшочек скажем так а такой полувазу да и вот тут у нас все хорошо как быстро делается это дуга это просто немыслимо это просто ну это праздник какой-то теперь выделяем 2 говорим что subdebit вот он появился у нас да и мы его тянем вниз же вот так потянули вниз допустим так теперь здесь интересное кино есть . так смотрите если мы сейчас скажем и и он конечно у нас увеличит но вот эта вещь загибается если мы скажем x здесь нет не появилась сейчас еще раз и это потянем суда да вот так потянем суда таким образом мы с вами можем сделать ну донышко да я хочу теперь сделать донышко потяну еще потяну еще вот так и теперь тянем это дело и я вот сюда то есть подвигав вот эти вот всякие точки мы можем создать то что я хотел так ну а теперь применим к этому все три наших модифайера 1 модифайер это скрипку видите что получилось ужасно что же делать это прямо кошмар ну ничего попробуем z не сработало попробуем y не сработало попробуем x все оказывается в x было все дело то есть вот здесь ищите какое вам нужно необходимо так сделали устраивает нас это я могу еще поиграться в общем-то меня устраивает ребята меня вполне такой горшок устраивает меня вполне такой горшок устраивает но это уже не горшок а вазочка да то есть смотрите как быстро как оригинально можно тут сразу какие угодно вазы делать это просто я говорю праздник какой-то этот сюда вот отличная вазочка то есть у меня теперь появилась возможность наделать их кучу целую меня это откровенно радует я надеюсь что у вас тоже дальше мы идем в солидный такой вот он солид фью или как хотите и смотрим сколько нам надо добавить этого солид фью здесь так смотрим на горлышко и говорим что нам давайте толще 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 вот такую нам надо вот вот такой вот атаку да прекрасно 06 что дальше что дальше ну конечно же нам нужно subdivision surface здесь мы видим что тонкая поэтому тут добавляем оленочек вот так так subdivision где у нас subdivision скажем здесь 3 здесь 3 надо нам здесь сделать больше ничего то есть за пять минут мы создали прекрасную вазочку которую можем менять как хотим ну а теперь мы с вами пойдем в продакциумальные текстуры делать продакциумальные продакциумальные не важно то что текстуру но это те которые в общем то при изменении меняется это не то что накладывать не нужно делать продакциумальные не надо накладывать вернее делать это в юбе развертку и всякие тогда он положится ровно и красиво что мы для этого сделаем первое на первое давайте сделаем следующее так мы сделаем два окна так и вот так чтобы мы увидели что происходит тут мы перейдем в объект вот так вот а здесь мы скажем что ребята нам надо вот шейдер едита и нажмем и оставим поле так прекрасно переходим вот сюда и вот сюда лучше мы посмотрим здесь как будет ладно итак нам нужно свет задать правильно и фактуру текстуру как это делается можно было бы мне показывать как все показывают раз-два-три 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 и вот так ребята получится как саму рисовать из двух кружочков если не знаете посмотреть интернет читать такой поехали мы говорим новой новая текстура да ну вот она наша новая текстура поэтому потребуется пока ничего не был и у меня здесь есть вам подсказочка для меня самого так диана ахта зараза она ну ладно вот вот здесь мы первое что сделаем вот это у нас color round то есть мы пойдем сюда это вот у нас конвертер или нет да это в конвертере я почему не пользуюсь звук машины то есть поисковиком я могу так писать полно вот такого но я хочу все таки разобраться и знать где их что находится то есть этот конверт color есть так давайте мы его соединим сразу же с basic color и создадим сейчас цвет допустим для этого но неважно мы с вами создадим вот такой допустим цвет но какой-то розоватый мне не совсем нравится вот такой керамический больше не подходит вот так так запомним как все до 1 2 2 2 теперь нажимаем на эту хорошо а дальше дополняем вот еще нам нужен вот крестик нажали появился еще один и вот здесь мы можем сказать что вот такого цвета допустим атаку все подвигаем подвигаем видим что у нас получилось да вот такое что-то а теперь чтобы у нас появились вот эти градиент само за себя говорит нам нужен градиент адд текстура ищем текстуру градиент вот градиент текстура вот она и мы тогда color свяжем с face и вот мы получили с вами видите вот так мы регулируем это это очень меня радует то есть для меня это тоже открытие своего рода мне нравится хорошо вот мы это сделали да сейчас мы поднимем сюда немножко а все хорошо а теперь приступим к созданию самой самой текстуры кстати если вдруг случайно у вас это перевернуто да вот так пополам может получиться то тогда вот здесь смотрите я с этим долго мучился поэтому я вам сразу подсказку сделаю контрол т вот возникает эта штука теперь глядите вот здесь есть y по-моему это по у у нас в общем вот тут мы можем изменять допустим скажем 90 градусов видите вот она совсем изменилась по другому стало поэтому вот этот мэппинг он как раз на это отвечает как вы там сделаете так и сделаете то есть случае если у вас такая вот ситуация то вот это вам поможет понятно да оставим пока пускай идет дальше так теперь нам надо сделать текстуры текстуру мы помним что это нормаль и бамп не помню где поэтому вот оно вот оно есть и соединили его с нормальными хорошо а какие нам нужны это нойз конечно этого ну это те самые шумы но нойз текстура вот она нойз текстур и тут мне надо вспомнить куда она соединяется давайте посмотрим подсказку так ну сначала у меня должен же быть подождите вот у нас этот бамп так вот у нас нойз а между ними тоже color рамп прекрасно вот так и сделаем но с это двинь пока color 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 и смотрим куда мы их соединяем вот color это высота height как я понимаю так а нойз мы должны соединить фактически здесь о видите что получилось о о вот это текстура конечно мы тут можем ее менять и так далее но мне нужны круговые такие текстуры посему заглянем в это вот то о чем я вам говорил вот это мэппинг он отвечает именно за производство этих текстур вернее как будут располагаться текстуры я бы хотел чтобы они были кольцами поэтому вы видите мы сейчас сепараты x и x з и можем x соединить с вектором и тогда у нас будут кольца потому что она будет только по иксу поэтому идем и пишем сепарат все вот я пользовался вот этим а вот этим еще ни разу вот сепарат и x y соединяем с вектором да 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 мы соединяем это с вектором да вот он вектор и здесь x с вектором да хорошо и далее мы берем опять же вот этот маппинг то есть ctrl t выделяем при собаченке в ctrl а вот это нам не надо так вот здесь мы говорим что сюда допустим он подключится здесь так проверяем связи у нас объект должен быть у нас сейчас это generated но нужно чтобы на объект оно все действовало правильно поэтому отсюда убираем берем объект подключаем к вектору вот это то о чем я вам говорил то есть начинает появляться вот такие текстуры замечательно и здесь конечно мы можем это все менять здесь делаем допустим ну вот 100 140 вот так уже близко очень близко так здесь что мы можем делать здесь видите ну тут владеем как раз ситуация когда она будет вот такая допустим да а это она вот блестящая со страшной силой поэтому где-то вот так оставим так детали до 16 его доведем 16 тысяч начнем вот так ну посмотрим вроде бы как красиво все замечательно почти готово но нам надо с шероховатости добиться смотрим чем мы будем добиваться так ну-ка смотрите здесь очень просто все вот колорамп опять вот он он да здесь можно оставить вообще-то в покое а вот здесь так вот действует да соединяем его с рафниц вот он рафниц здесь и потом от но текстур соединяем еще вот сюда колор двойной тогда у нас было замечательно так здесь мы говорим колор колор колорамп ставим его сюда соединяем с рафниц добавляем здесь может вообще блестеть со страшной силой но нам это не надо ищем какой нам подходит вот такой и вот этот колор соединяем с фактором все здесь можем убрать сейчас она нам не нужна действует вот эта штука то есть создав вот такой я сейчас сделаю побольше чтобы вы могли себе тоже какую-нибудь шпаргалочку сделать и вот так мы получили с вами замечательный шейдер который в принципе я думаю ее можно выбрать в группу назвать ее потом она будет только единственное окно и шейдер допустим назвать там керамика все вот всегда можем изменить видеть темноту темноту добавить но меня устраивает так так вот вам горшочек сколько времени у нас 20 минут успели за 20 минут ну прекрасно ну что ж я рад в следующем видео посмотрим еще какие-нибудь возможности я думаю изменяя вот эту схему можно влиять на все что угодно здесь проденциальное 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 господи надо запомнить как то чтобы не позориться ну все на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго пока ну ну Субтитры сделал DimaTorzok